Сириус, а также компанию Неро-Иконика. Пожалуйста, у вас 15 минут. Уважаемые коллеги, добрый день. Тема моего доклада – нейрофизиологические механизмы эвристических процессов. Инсайт эвристика – это тот феномен, который сопровождает человека в течение всей его жизни. И является одним из базовой стратегий принятия решений, где одна стратегия – это логическая, аналитическая, когда ход решения задачи мы можем оценить и проанализировать, а другая модель решения задачи – она как раз эвристическая, когда ход решения не осознан, решение кажется, что приходит внезапно и сопровождается яркой эмоциональной окраской решения этой задачи. И настолько яркой, что спустя тысячелетия реакция Архимеда, когда он открыл закон гидростатики, дошла до нас, когда он решал задачу по определению, из чего же сделана корона. И его восклицание Эврика спустя две тысячи лет дошло до нас. Целью нашей работы являлась попытка смоделировать инсайт в лабораторных условиях и его измерить с использованием объективных методов – методов нейровизуализации. Нами был выбран и модифицирован метод оценки распознавания паттернов, образованных из разрозненных элементов изображения, так называемый голен-тест. Момент возникновения инсайта отождествлялся с достижением порога распознавания формы в условиях зрительной неопределенности. И это соответствие подтверждалось основными атрибутами инсайта, а именно эффектом неопределенности, этапом предварительного накопления информации и эмоциональным откликом. Дизайн исследования был разделен на два этапа. На первом этапе мы использовали психофизиологические и психологические методы, а на втором этапе мы использовали метод нейровизуализации – fMRI. психофизиологические методы, которые мы использовали – это голен-тест, видеоокулография и интроспекция. Голен-тест – это не новый метод, хорошо известный, разработан был господином Голеном в 60-х годах прошлого века и в основном использовался для оценки памяти. В то время он был реализован полиграфическим способом в виде карточек, где процент наполнения контура менялся от карточки к карточке. Мы же использовали современный метод, компьютеризированный метод Голена, который был разработан в лаборатории физиологии зрения Института физиологии имени Павлова. При прохождении Голен-теста испытуемому необходимо было смотреть на экран и как можно быстрее распознать, что за контур известного объекта проявляется. Подтверждением служило нажатие кнопки и остановка с полным проявлением контура. В ходе этого первого этапа было установлено, что достаточно 20% контура, чтобы человек смог распознать тот образ, который мы ему представляли. Алфавит ранее не представлялся респондентам, и они были с ним незнакомы. Вот так выглядит алфавит, который мы предоставляли респондентам. Что интересно, вот вы видите второй ряд снизу, посередине, контур дискового телефона. С учетом возраста выборки для многих молодых людей, даже при 100% предъявлении, было не совсем понятно, что же это такое. А это дисковый телефон. Как вы видите, при наполнении в 10% можно было допустить что угодно, какой угодно объект далее представляется. При 20% уже достаточно хорошо ясно, ну а дальше понятно, что еще это проще и яснее для респондентов. Практически все, 92% респондентов, отмечали эмоциональную реакцию при распознавании и решении этой задачи. Видеокулографию мы использовали как средство объективного контроля. Таким образом, мы были уверены, что респондент смотрит на экран и решает эту инициативную задачу, а не отвлекается и наугад, так сказать, нажимает кнопку. Второй интересный вывод, который мы увидели, то, что взгляд респондента находился в таком мысленно рассчитанном центре фигуры, а не скакал вслед за внезапно появляющимися элементами контура. В качестве видеокулографа или айтрекера мы использовали модель Гейс-Поинт с частотой дискортизации 150 Гц. На втором этапе мы использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Этот метод чрезвычайно интересный и позволяет в динамике определить, какие области головного мозга включаются или выключаются из процесса. Мы использовали высокопольный МРТ Симен-Симфони, полутора-тесловый. Вот так выглядел собственно само исследование. Респондент в положении лежа находился. Из вот этих ограничений в положении была смонтирована специальная конструкция над головой респондента. Вы его можете видеть. Там система зеркал, которая позволяла респонденту видеть экран, на котором опять-таки проецировался последовательность Голлин-теста. ФМРТ исследование было разделено на две фазы. На первой фазе мы оценивали состояние покоя, а во второй фазе как раз надо было также пройти Голлин-тест и как можно быстрее определить, что за фигура предъявляется. на данном слайде вы видите, как при 10-процентном предъявлении какие области и в каком объеме включались 20-ти и уже дальше в, так сказать, надпороговом этапе. Более детальные фотографии срезов, но в дальнейшем они будут более интересны и наглядно представлены на диаграммах. Поэтому я предлагаю это быстро пролистать. Нами были исследованы эти области. Также мы изучали и смотрели активность нейронных сетей, которые связывают данные области головного мозга. И вот, что мы увидели на графиках, выражены, ярко выражены два отклика. Первый отклик в так называемый инкубационном периоде, вот он обведен черным овалом, это тот период, когда только начинается предъявление стимулов, предъявление голен-теста. И второй статистически значимый отклик обведен красным овалом, это собственно сам момент распознавания, момент инсайта. Процент наполнения контура у нас был сопоставлен с временем. Один процент одна секунда, это важная вещь. мы получили достаточно интересные данные. В начальном инкубационном периоде были ярко выражены отклики в теменных и лобных долях головного мозга. В дальнейшем их активность резко спадала. Примерно такой же ответ мы получили в височных зонах. при этом при моменте распознавания, при моменте регистрации самого инсайта включались ранее неактивированные зоны, такие как 17, 18, 19 и 37 зона по Бродману. Причем наблюдалась большая активация в правом полушарии. была отмечена оппонентность откликов. Вы видите, что ярко оппонентная реакция 37 и 7 зоны. Также более выражено это было в правом полушарии. таким образом на предъявляемую стимуляцию отвечал весь головной мозг, различные участки отвечали по-разному, была установлена оппонентность реакции. Таким образом, разработанная и эмпирически проверенная модель эвристического решения, в рамках которой достижение инсайта сопровождается неосознаваемыми процессами и эмоциональной реакцией, является приемлемой и эффективной технологией моделирования и изучения инсайта. Существуют значимые различия общей активации головного мозга в период достижения инсайта по сравнению с подпороговой и надпороговой стимуляцией и состоянием покоя. В момент возникновения инсайта в одних зонах головного мозга болт-сигнал достигает своего максимума, в других оппонентных им своего минимума. Процесс развития инсайта сопровождается особой организацией крупномасштабной нейронной сети, которая и обеспечивает его возникновение при значимой выраженности межполушарной асимметрии. Как мы говорили, в правой полушарии более ярко выражено. И результаты данного исследования дают новое понимание работы головного мозга и основы для развития нейротехнологий, которые имитируют инсайтный тип принятия решений. Спасибо за внимание. Спасибо.